привет друзья с вами дмитрий галаш и вы находитесь на канале берег фишинг сегодняшнем обзоре мы поговорим о тех приманках на которые мы постоянно ловим но ни разу детально не разбирали ихний ассортимент их не свойства хотя всегда касались так сказать краем этих вещей и будем говорить мы о приманках торговой марки zeman или zeman как его называют в народе если переводить это слово с американского сленга это означает мужик продукция zeman производится на территории соединенных штатов америки это уже о чем-то да говорит а я в первую очередь хочу поговорить о свойствах этих приманок которые в первую очередь наверное будут уникальными наряду с огромным ассортиментом других силиконовых приманок на рыболовном рынке и первое что бросается в глазах когда берешь силикон zeman в руки это его мягкость и эластичность производитель на упаковке заявляет что приманка растягивается до 10 раз в принципе это я вам и демонстрирую и что нам это дает конечно же это дает повышенную живучесть вашей приманки и честно говоря я эти приманки использую уже порядка десяти лет и откушенных хвостов на этих приманках я ни разу не видел второй момент это то что приманки являются плавающими очень плавающими и отлично работают на разнесенных монтажах на дропшоте соответственно на отводном поводке тоже приманка будет всплывать и это тоже является уникальным свойством этих приманок итак друзья приманок у zeman достаточно много и изначально эти приманки делались для ловли баса но отлично подходят для ловли нашей рыбы а какие именно приманки сейчас и поговорим разделим их на 4 класса это креатуры это слаги это виброхвосты и это твистера давайте начнем с виброхвостов виброхвостов у zeman немало можно начать с вот такой вот узенькой прогонистой рыбки которая называется slim swims размеры этой приманки начинаются с 3 дюймов и заканчиваются на 8 дюймах по форме это узкий прогонистый виброхвост который имитирует по форме малька и отлично подойдет для ловли на течении или же на стоячих водоемах для ловли на пассивные проводки следующий виброхвост который называется scented paddlers или просто paddlers слово scented означает что эти приманки еще дополнительно аттрактированы и аттрактант содержит вкус рыбы если понюхать пачку на этих рыбок то запах напоминает запах таранки рыбы но вот что-то такое и эта приманка существует в двух размерах это 4 и 5 дюймов это тоже прогонистый виброхвост с достаточно узкой пяткой и эта приманка отлично подойдет для ловли судака и следующий виброхвост как я говорил у земана виброхвостов немало именно поэтому мы делаем обзор потому что многие действительно этого не знают это объемный достаточно виброхвост который называется минов z или дизель минов и он существует в размерах 3 4 5 и 7 дюймов то есть в принципе рыбку можно подобрать как для ловли например хорошего крупного окуня или же там судака на береговой рыбалке в небольших размеров так и для ловли с лодки например трофейные щуки на 7 дюймовые виброхвосты имеет пятку среднего объема и поэтому подойдет как для ловли в стоячей воде или же для ловли на течении ну и как я говорил и щука и судак и окунь отлично оценят эту приманку ну и последняя рыбкой серии виброхвостов заман это рыбка называется swimmers существует она в размерах 4 и 6 дюймов и судя по своему названию виду это виброхвост с объемной пяткой он имеет очень активную игру объемное тело и видите даже хочется играться этими приманками как они тянутся и отлично подойдет для ловли на стоячих водоемах и на водоемах с течением следующий тип приманок о котором поговорим это креатуры и конечно же как у бренда который делает приманки для басовой рыбалки у земана хватает креатур и ну первый рак о котором я хотел бы поговорить да он называется кровь у земана есть такая фишка у них все названия приманок заканчиваются на букву z этот рак существует в двух размерах два с половиной и три дюйма и он достаточно объемный и мне удавалось на эти приманки именно половить хорошо судака когда вот есть такой период у раков линька и судак активно питается именно раками и как раз на силиконовые раки есть большой смысл пробовать его ловить рак с достаточно объемными клешнями и неплохо подыгрывает ими и в размере два с половиной дюйма раки отлично подходят для окуневой рыбалки или же не ловли не крупного судака в частности вот раки два с половиной отлично себя проявили на монтаже джихриг мы были в херсонской области и там ловили на этих раков на джихриге херсонских арбузиков следующие две очень интересные и необычные креатуры это вот такой вот жук который называется пальмета бакс такими клешнями и очень объемным телом даже не знаю что он имитирует но имитирует какого-то вот жука плавунца наверное если говорить о нашей воде или что-то там еще подобное что обитает то есть приманка объемная размер ее 4 дюйма и ну и на этом наверное в общем то все то есть это приманка подойдет отлично для ловли пассивной рыбы именно волочением по дну да такие вещи будут классно работать следующая приманка которая у нас называется bad wings и bad это означает что вот такие вот лопухи как у летучий мыши или batman да в этом названии звучит это тоже рачок и этот рачок имеет очень большие объемные клешни которые прекрасно будут работать как на активной так и на пассивной проводки соответственно я думаю что окуня и судаки отлично оценят подобную креатуру но и щука тоже не побрезают следующий тип приманок это твистера и с твистерами у земона тоже все хорошо размеры твистеров начинается от двух дюймов и они тоже плавающие понимаете да для ловли окуня это идеальный будет и размер и собственно приманка твистера отлично работают на шарнире на джих риге на классическом джих монтаже и размеры начинаются с двух дюймов и заканчивается на 9 дюймах соответственно есть два форм-фактора то есть это классический твистер будем говорить до ребристый с объемным мясистым телом и такой шедикообразный рыбкообразный твистер который называется стрикс кёрли тэйлз а вот эти твистера называются грабсы и соответственно за счет повышенной эластичности материала эластек в приманках зимон видите хвост просто твистера свисает вниз такие приманки будут работать на самых медленных проводках и на самых легких огрузках соответственно твистер это вообще в принципе универсальная приманка которой можно ловить в равномерку да то есть в толще воды эпилогические можно джиговать можно на большом весе ловить стучать по дну можно наоборот пробовать парировать у дна делать джиговую проводку слегка касаясь дна до современных тенденциях спортивной рыбалки на тех же платниках я знаю что нередко люди ловят на один полтора грамма именно вот на 300 раз мягкими хвостами и ловят щуку достаточно успешно и завершаем наш обзор четвертым классом приманок о которых мы очень часто говорим это друзья слаги слаги это рыбки которые не имеют активной части в своем теле то есть окончание приманки это зауженный хвостик это один из видов приманок в ассортименте земона и размеры этих флагов начинаются с 3 75 дюйма это тот который я держу это такой скажем окуневый размер так как он слаг он визуально кажется меньше и в принципе вот как раз тоже по окуням на джих риге это приманка нередко себя очень хорошо проявляла и следующие размеры это 4 дюйма 5 дюймов и 7 дюймов типа размер вот таких вот слагов соответственно можно слаги подобрать как для ловли не крупной рыбы либо наоборот крупной конечно же в первую очередь это ловля на отводной поводок на дропшот и нередко я использую эти приманки на классических джиговых монтажах и естественно основной трофей при ловле на слаги это конечно же судак и честно говоря эти приманки уже давно нашумели среди тех рыболовов которые активно интересуются новинками и хитами в рыбалке и именно вот эти рыбки являются в моем арсенале разведчиками по судаку нередко судаковую рыбалку я начинаю именно с этих приманок в ассортименте земона также имеются и черви это 5 и 6 дюймовый червь фатис с небольшим утоншением на теле но по сути это классический басовый червь не объемный и второй слага подобный червь да или как говорят среди рыболов боброхвост эта приманка существует в размере три с половиной и 4 и 2 дюйма и по сути является червеобразным слагом за счет сплющенного хвоста эта приманка очень красиво планируют в воде прекрасно подойдет для ловли на джих риге или же на дропшоте но объектом ловли будет окунь или судак тем кто ни разу не использовал эти приманки хочу дать лайфхак силикон зимон нельзя ложить с другими приманками он плавит другой силикон и именно поэтому зимон лучше хранить в его родных пачках или же вот в таких вот специальных боксах которые компания поставляет для своих же приманок то есть такие блистера здесь есть у нас отверстия да и некий такой файлики в этих сумочках можно набирать от одного ряда до двух рядов здесь же в этих сумках есть емкости для ваших монтажей дропшотовых флюров крючков и так далее и конечно как у бренда уважаемого среди босятников в ассортименте зимона имеются приманки типа chatterbait spinnerbait и даже лягушка для ловли в траве и эти приманки отлично подойдут для ловли щуки в спецусловиях например ловли щуки в кувшинке отлично подойдет spinnerbait или же ловли в густой траве подойдут лягушки ну что ж друзья на этом у меня все если у вас есть вопросы по этим приманкам задавайте их в комментариях я на них как всегда постараюсь на все ответить ссылка на приманки зимон будет в описании под этим видео на этом у меня все с вами был я дмитрий галаш берег фишинг пока